Всем привет! Это передача Outside и я ее ведущая Герда. Итак, новая рубрика врасплох. Недолго я думала, к кому же мне пойти на этот раз. Чемпион всея NSW, камчатский супермен и просто человек, ненавидящий Санкт-Петербург и всех его обитателей, стал моей новой жертвой. И сегодня мы все отправимся, как вы думаете, куда? Прямиком к нему домой. Давайте же не будем терять времени и посмотрим, где и чем живет нынешний чемпион нашего промоушена. Добрый день! Егор, мы пришли снимать мою новую рубрику. Готовы нам уделить время? А почему именно я? Чемпион NSW. Ну, пошли, покажем, что тебе там надо. Пойдем в комнату. Только оттуда. Симпатичная квартирка. Ну, а то. Это новостроечка, да? Я понимаю. Ты не видишь? Ну, вроде как вижу. Ремонт не бабушка. Да, все новенькое. Скажи мне, как она тебе досталась? Да как? Я сейчас с Реной сдалась к чемпиону. Кочирышка, ты что-то делаешь? Ой, расскажи мне о своем дружке. А, да его подкинули мне недавно. В смысле, под дверь? Под дверь. Я думал, так с годов 80-х никто не делает. Подкинули записка, типа, что если не возьмем, если не дадим, его топят. Правда, я буду жить. Кто бы мог подкинуть? Я же человек добрый. А так сразу и не скажешь? У меня много следовало. Очень вот интересно, что это? Вышивка? Сам сделал? Да, я умею вышивать крестиком. Я когда у бабушки был, давным-давно, в детстве, нифиг было делать. Ни компа, ни телека, ни видика, ничего. Пришлось развлекаться. Я теперь голые задницы мужиков могу вышивать. Кто бы мог подумать, что чемпион NSW в прошлом вышивал задницы. А я тут смотрю, у тебя коллекция куколок. Мы открываем, что новое? Это фигурки, это не куколки. Куколки на базаре за 500 рублей можно купить, а эти? Коллекционные? Ну, что-то вроде. Их цены, конечно, зашкаливают иногда. Но это не очень качественно, если хотите что-то снять, самите ерунда. Почему я даже могу говорить, что я делаю? А почему у тебя такие обои? Вроде как девчачьи. Ну, в смысле девчачьи? Ты не знаешь, кто это? Я знаю, кто это. Ну, тогда что, задаешь себе вопросы? Завтрак Стифани, в принципе, каникулы смотрела? Конечно. Ну, вот. Последний вопрос в этой комнате. Что делает упаковочка из-под яиц прямо на диванчике? А, это да! Я ноутбук ставлю на неё. Чтобы не перегревался, знаешь, диван, шерстяное покрытие. Бережёт технику. Пойдёмте на кухню. Стой, стой, стой. Хочу посмотреть твой гардеробчик. Вы только посмотрите, сколько рубашек у нас в гардеробе очень приода. Ну, люблю классику. А почему ты тогда ходишь в основном в футболочках? Или в своих мантиях? Мантия это вообще. Желательно не дотракиться до неё своими руками. Это одежда не очень торга, поэтому... Смотри отсюда. Нормальный рапорс? Да. Какая у тебя рубашка самая любимая? Была раньше эта, но... Сейчас она у меня уже маловато. И я сменил её на... Вот эту, конечно, не постелю, похоже. Блин, почему вообще говорю, как мотник какой-то, а? Просто такая, это моя любимая рубашка. Вот моя кухня. И ничего необычного. Просторненькая. Я хочу посмотреть, чем питается наш чемпион. Ну, ладно, но ты там найдёшь мало что. Ага, можно, да? Вы только посмотрите. Много молочка, соленья. Идеальное сочетание. Так, давай, давай из твоих хихихих замечаем. Ну, в общем, мы смотрим, ты кушаешь мало. Нет, я просто жираю всё очень быстро. А, я нашла, чем питается наш чемпион. Вот вам о чем дело. Ну, это я прям питаюсь. Так, добавка. Ну, скажи, как ты часто это пьёшь? Раз в день. Как и надо. Нет, ну, тут, правда, требует, чтобы пили 3-4 раза в день. Ну, это всё для дураков указание, чтобы быстрее переводить геймера и больше денег на него тратить. А, я подумала, что просто если ты будешь 3-4 раза пить в день, то ты просто разбухнешь и станешь гигантом. Нет, нет, мозги, мозги. Надо думать. Не надо всем уверять, что написано. Мне вот интересно, ты в такой большой, пустой квартире один живёшь или с Керта? Да, один. Это всё принадлежит мне. Вот у меня такой вопрос интересный. Все фанаты уже твои, откуда ты знаешь, что у тебя есть девушка? Ты что, рассказываешь аудитории, так сказать, о своей личной жизни? Ага, а ещё чего? Нет, я ж звезда, я центр внимания этой компании. Конечно, они следят за мной, они пасут меня на каждом углу. Я даже не люблю, если они сейчас из твоей двери, блин, выскочат. Наверное, как-то подлетели, я же обычный человек, у меня есть личная жизнь. Я гуляю с девушкой по Петербургу, хоть я его люблю, но это не значит, что я накидываюсь на каждого прохожего и избиваю его. Нет, мы обычные люди, мы гуляем. Ну, а наоборот, я человек, а я всё-таки чемпион, и об этом надо помнить. Объясни мне, пожалуйста, почему ты не живёшь со своей девушкой? Ну, потому что сейчас-то ни к чему, мне не нужно личное пространство, и нужно личное пространство. У меня сейчас нет дома, то тренировки, то фотосессии, то шоу. Да и вообще, зачем я тебе всё рассказываю? Мне кажется, что это немножко не ваше дело, ребята. И у меня ещё есть вопрос от нашего подписчика. На которого мне плевать, когда, да? В общем, звучит он следующим образом. Как твоя девушка относится к тому, что ты ненавидишь Питер? Да её никто не спрашивает. Это моё дело, люблю я этот город или нет. Ну, и лично от меня вопрос, почему я, собственно, к тебе и пришла. Хочу посмотреть, где ты хранишь свой чемпионский пояс. На Камчатке. Не смеши меня, чемпион всегда ходит со своим поясом. Ай, не уйдёшь, я покажу, пошли. Отлично. На, держи. Это что, штанина? А-ха-ха, как смешно. Нет, это чехол. Почему он не на видном месте нигде там? Ну, потому что, как сказать, это главный символ города, которого я ненавижу. Можешь примерить. А тебе не кажется, что нам надо найти ему более вот... Нет, мне не кажется, что нам нужно хотеть ему нужное место. И вообще, я думаю, вам пора. Всё-таки ещё съёмки. А у меня тренировка. У каждого свои дела. И нам пора расходиться. Пройдёмте, пройдёмте. Я думаю, вопросов больше нет. Вещи не забывайте. Я не хочу, чтобы вы сюда вернулись. Ну, Егор, часы отношения. Давай ещё пару вопросов, последний. Без всяких вопросов. Я хочу, чтобы вы ушли. Нет, давай я тебе задам вопросы, и дальше будем... КОВЧАТКА! Да, да, я думаю... Э, камеру убери! Я сказал, камеру убери! Приятно было пообщаться. До свидания. Хорошего аутсайдера. Дорогие друзья, мы объявляем об очередном наборе в школу профессионального рестлинга при NSW. Следующая группа стартует уже 1 сентября. В занятия школы входят как и физические тренировки, так и уроки актёрского мастерства. Если вы любите рестлинг, если вы ищите новых ощущений и хотите принять участие в развитии рестлинга в России, то вы обязательно должны покровать себя в нашей школе. И кто знает, возможно, именно вы уже в следующем году станете чемпионом NSW. 1 сентября. Лесной проспект, 59, корпус 7, Санкт-Петербург. Более подробную информацию вы сможете найти на нашем официальном сайте nswrestling.ru Здравствуйте, Леонид. Слушай, никогда так не подкрадывайся больше. Я там по телефону вообще-то важные вопросы решаю, если чё. Извините, я помешать не хотел. Так, короче, Лев, сегодня мы с тобой будем учиться бегать от канатов. В качестве разминки бегом марш по периметру зала. 50 кругов. Пошёл! Блин, из-за него такого покемона упустил редкого. Ай, ладно, сейчас дядя вышел на охоту. Где вы, где вы, где вы? Тренер-стрелятник. Побежал. Что дальше? Такое чувство, что ты наперекур бегал. Короче, смотри сюда. Дальше у нас идёт бег от канатов. Делаешь всё на полных скоростях. Вот в них останавливаешься и приходишь полной площадью спины. Понял? Понял. Бег от канатов. Пошёл! Слушай, котик, а ты сколько вообще весишь? Ну, если без одежды где-то 70 килограмм и плюс-минус 20 грамм. Такое чувство, что одежда весит больше тебя. Короче, давай ещё раз. Канаты сильно натянуты. Может быть, потом... Я тебе сказал, ты у меня бегаешь, пока ты не научишься. Бег от канатов. Пошёл! Тренер, стреляйте, помогите остановиться. Тренер, стреляйте, помогите. Могу, тренер, стреляйте, помогите. Спасибо. Самое большое рестлинг-шоу от NSW в году стремительно приближается. И, наконец, стали известны дата, место и время проведения битвы на Неве. Шоу состоится 1 октября в здании киностудии Линдок по адресу Набережная Крюкова канала, дом 12. Ну и радостная новость. Билеты на главные рестлинг-события Санкт-Петербурга уже в продаже. А приобрести их вы можете по телефону, в магазине комиксов 28 или же в антикафе 12 комнат. А с вами была передача Outside и я, её ведущая Герда. Увидимся!